Часто это люди не понимают. Я хочу, чтобы не я это говорил, человек, который армию видел только когда приезжал и общался с людьми, а чтобы сказал человек, который и то, и то видел. Вот эта гибридная война, она очевидна, такая комплексная. Это не просто выстрелы, обстрелы, минометы, жертвы раненые и так далее. Насколько, вот в 10% ты поделишь, насколько важно для русских и насколько они мощно атакуют и считают для себя важным информационный фронт и реальный фронт? Напевно, что по ситуации с Кримом мы перекиналися в том, что для них информационный фронт был набагато большим, а не за то, чтобы, например, они там открыто зайшли и начали стрелять. Потому что, когда они начали бороться за разуми наших людей и когда они начали влиять на разуми наших людей с помощью своей пропаганды, фейфов и так далее, до оккупации и под час оккупации, мы знаем, яскраве проявление, то это работало, на жаль, в современном мире. И даже если сейчас говорить, у меня было такое чудовое интервью, ниней он командующий десантно-штурмовых войск, Евген Мойсюк, тогда, в 2014 году, он служил в 25-й бригаде. И он говорит, что они были одним из первых, кто заехал на территорию Донбасса уже после оккупации Крима. И он говорит, что когда мы приехали, жители Донеччины, в принципе, встречали украинскую армию нормально, позитивно, не было этого негатива. Пройшло два недели, включилась российская пропаганда и народ как подменили все. Мы стали для них карателями, бандеровцами и так далее. Это то, что лежит на положении. Бандер, ну, по полной программе. То есть, насколько это эффективно работает. Так, при том, что россияне, если говорить про 2014 год, насколько они попробовали, и в них это вышло на Донбассе, зокрема, когда они начали формовать внутреннего врага. От у украинцев они начали формовать образ внутреннего врага. А среди украинцев? Так, среди украинцев. И это тоже элементы гибридной войны, и это тоже вопрос и до идентичности украинца. Тобто, кем мы себя уявляемо в цьому свете? Кто ты украинец? Если бы этот образ было легко насадить там, на Донбассе, формула из Бандеровца, что он сейчас там прийде и начнет всех убивать, или что-то такое. Ну, и это, насправді, страшные вещи. И мне очень жаль, что мы за 5, уже за 6 лет в войне, что мы так и не смогли, ну, все ж таки, перемогли оцю навалу российской пропаганды. Мені дуже шкода, что нам все ж таки це не удалось. Можливо, ну, не втрачаємо оптимізму, дуже сподіваємося, що нам колись це таки вдасться. Тому що...